А вы очень точно сказали, что России надо ещё сформулировать свою мессианскую задачу. И вы сказали, что вы знаете, в чём эта задача. В чём, Авикдор? В своё время величайшей державой была держава императора Кира. Это была величайшая евразийская держава. Кир вошёл в историю словами пророка Исаии, что важнее всего остального, что он сделал, как помазанник мой, Кир, 45-я глава, Исаия отметил его как человека, который помог восстановить второй храм. Кир умел создать для всех народов своей империи благоприятные условия для их духовного развития. И был сам человеком духовным, который шёл вперёд. С его именем связан второй храм. Конечно, то, что я сейчас скажу, прозвучит, может быть, слишком самонадеянно, может быть, преждевременно. Но я надеюсь на то, что сбудутся слова тех провидцев Кабалы, которые видели наше время согласно законам мироздания, его духовным тонким его слоям. И они, знаете, что определили? Что появится великая держава, подобная державе Киру, которая поможет восстановить третий храм, избавиться от главного зла, который будет в это время названным великим смешением или либеральной кастью, как можно его назвать. То есть провидцы говорили о том, что именно либерализм вслед за другими формами зла станет главным тормозом мессианской идеи избавления человечества. И появится сила евразийская, которая сможет препятствовать этому и позволить возрождение всего человечества и востроение третьего храма. Если бы я мог, я бы сказал именно эти слова вашему президенту Путину. Спасибо большое, Авикдор. Через несколько минут в заключительной части программы будем говорить о выборе, перед которым поставлена сегодня Россия. Защищать свои интересы и традиционные ценности или оказаться в политической изоляции. А пока реклама. Аплодисменты